Пишет имя мужик, фамилия Таджик. Интересно. Можешь пояснить за Великую Депрессию? Совки винят капитализм, но так ли это? Насколько я знаю, там был правиль в банковской системе. И правда ли, что этот кризис перепроизводства, о котором так твердил Маркс задолго до этого? Ну, любой, собственно, цикл это кризис перепроизводства. То, что цикличность развития экономики, то, что циклы в развитии экономики, это результат перепроизводства. Об этом было известно задолго, мягко говоря, до Маркса. И придумал это не Маркс, да, и это было более-менее очевидно. Ну, когда у вас на складе скапливается много непроданной продукции, то как бы догадаться, что это кризис перепроизводства, наверное, значит, не очень сложно. Вот, тра-та-та, ля-ля-ля. Значит, что касается конкретно причины Великой Депрессии, там был ряд причин. Первая и самая главная из них, это ошибка Федеральной резервной системы, которая в момент начала кризиса, вместо того, чтобы опустить процентную ставку, наоборот, ее подняла. Собственно, ну, это такая, не знаю, сегодня эта ошибка кажется абсолютно детской, но тогда никто не понимал, на самом деле, как работает, значит, экономика, и поэтому допустили такую глупую ошибку. Вот, дальше, на самом деле, факторов выделяют огромное количество. Это и рост протекционизма, знаменитый тариф Смита Хоули, когда сразу после кризиса был принят новый тариф с очень высокими ставками, с уникально высокими ставками, благодаря которому просто-напросто обвалилась международная торговля. Значит, в качестве виновных предлагают этот самый, значит, так называемый сговор Гувера, когда работодатели пообещали не понижать зарплаты, работники в ответ пообещали не бастовать и подписали соответствующее соглашение. Поэтому, когда начался кризис, работодатели не могли просто понизить зарплату и были вынуждены увольнять работников. Вот, значит, и были вынуждены увольнять работников, вместо этого, что привело к ухудшению состояния в экономике. В качестве виновных называют и меры Рузвельта, значит, политику Рузвельта, в частности, ограничения, значит, конкуренции, когда нельзя было опускать цену ниже определенного уровня. Вот, значит, да, это, в общем, ну, на самом деле есть просто исследования, которые показывают, что отрасли, в которых проводилась такая политика, они потом восстанавливались существенно медленнее, чем отрасли, в которой такой политики не было принято. То есть, более-менее понятно, зачем это делалось. Это делалось для того, чтобы, значит, не допустить дальнейшего снижения цен, не допустить дальнейшего снижения, значит, раскрутки дефляционной спирали, для того, чтобы поддержать, грубо говоря, совокупный спрос. Но это, значит, забивание гвозди молотком, конечно. То есть, значит, использовался совершенно негодный инструмент для того, чтобы, значит, достигать макроэкономических целей. Вот, значит, ну и так дальше. То есть, причин, на самом деле, называют здесь кучу. Причин называют кучу.